Его перед нами предстоит апекс-хищники этого мира. Огромные, рогатые, красные и неистово кругожатые. Кто это? Сейчас мы попробуем разобраться в этом. Поговорим о видовой преднадлежности наших рогатых друзей. Это определенно хищники-траподы. Это Тирекс. Но вы скажете, но ведь Клык является тираннозавром Рекса. Или нет? На это есть другие мнения. Но пока что мы говорим только про этих рогачей. И это определенно тираннозавры. Они выглядят в точности как Клык, за исключением шипов, рогов и цвета. И на это есть пару мыслей. Начнем с самого непонятного. Рогов. Судя по всему, этот рог не является костяным, а является кератиновым. По типу рогового носорога. Что означает, что он не прикреплен к черепу, если животный умрет и окаменеет рог. Не окаменеет. Это очень редко происходит с шерстистыми носорогами. Еще лишь с Элос-модельем. Форма рога и размер которого так и не был достоверно установлен палеонтологами. Вот на изображении черепа видно, что рога не является костью. И вот вид черепа без рогов. На основе этого мы можем сделать вывод, что этот рог кератиновый. И является скорее всего украшением и распознаванием себе подобных. Потому что они не раз его и не использовали как оружие. Подобно носорогу. Тем более, одному из них был разбит этот рог. Что говорит, что он возможно внутри является полом для облегчения черепа животного. Они не намного крупнее клыка, что дает им более-менее равные шансы в бою. За исключением, что эти хищники являются стайными охотниками. Но когда на сцену выходит их альфа, с различием о размерах даже говорить бессмысленно. Этот зверь крупнее даже гиганатозавра из Денокрисиса 2. Это просто титанический зверь. Его размеры никуда не лезут. В сериале пока что нет объяснения, почему эти животные являются настолько гигантскими. Потому что ни один реальный хищник не достигал таких размеров. Банально, из-за возможности Денокрис удерживает такую тушу. Бег является табу для этого зверя. Поговорим о окраске этих животных. Она крута. За исключением формы, полоска которой является немного нелепой, но все же. Но такой тип красного тиранозавра с черными волосами не является редкостью. Примером можно считать Диабло из Праймала Рейдж Мокхауса, за которого вы сможете играть в этой игре. Туда же можно занести тиранозавра из романа «Парк юрского периода» Майкла Крайтона. За исключением, что он имеет желтое подбрюхье и язык как у ящерицы. Так же выглядит игрушка из серии «Парк юрского периода», приуреченная к первому фильму. И еще несколько продуктов в этой прорешении отсылаются к этому образу. Есть еще и несколько других тиранозавров с таким цветом кожи и полос. И не только полос. Если вы досмотрели и выдержали этот скрипучий голос, то пишите в комментариях, как можно его улучшить и сделать не таким скрипучим. Буду только рад это выяснить. И еще. Чтите и помните Ричарда Оуэна.